Друзья, у нас проходит перерыв в турнире Open Event День 1B. Рядом со мной Дмитрий Урбанович, профессионал команды Паттипокер. Любронька, я как-то справлюсь, благодарю. И несмотря на то, что я не знаю польский, я думаю, мы с Димой все-таки это сможем все сделать. Как тебе дела? Привет, хорошо. Играю 1А. Перерыв одинаковый с 1А и с 1Б. Да, это ничего страшного. Точно, да. У нас с одной стороны идет турнир 1Б, я вот почему и говорю, потому что передо мной турнирные часы 1Б, но ты-то с той стороны вышел, да? Да, повезло. Очень классно складывается. Сел в максимально позднюю и с миллиона за два часа шесть сделал. Да ну что ты. По грязи, ребят. Ничего себе. А средний? Я не знаю. Средний. 2-300 пишет. 2-300 это средний стейк, у тебя сейчас 6 миллионов. И уже последний уровень практически. Ну еще два часа. Последние перерывы. Класс. А кто у тебя за столом? Хорошие ребята из интересных. Нел, Форел. Да, у тебя за столом? Ничего себе. И как? Ну, что-то он, я не знаю, просто прибухивает. Ничего больше не делает особо. Расскажи, вот прошел ровно год, как ты в составе команды Пати Покер. Что за этот год было отличного от других? Именно в плане Покера. Хороший вопрос. Чуть-чуть поменялись локации, куда я езжу. Но в целом, я думаю, все улучшение, все стало намного лучше для меня. Мне очень нравится и рад представлять Пати Покер. И помогать им стать лучше, как лайф, так и онлайн. Вот я только что разговаривала с Лудо Гелихом. Это твой новый коллега. И я говорю, как изменит контракт с Пати Покер твою жизнь? Он говорит, я стану более организованным. У тебя есть такое, за тобой такое числится, что ты стал более организованным за этот год в плане Покера? Да, наверное, да. Но мне кажется, и так было довольно неплохо с этим пунктом. Потому что я заранее всегда бронирую, планирую и так далее. У меня уже расписано. Сюда билеты покупались за полгода, наверное. Ничего себе! То есть ты на полгода вперед знаешь, где ты будешь? Да, да. Вот уже Австралию забронировал в январе, Багаму и все остальное. Классно. По мотивам школьных времен, как ты провел лето? Ты был в Вегасе? Я был в Вегасе. Я 31 мая вылетел отсюда, из Сочи, в Лас-Вегас. В Лас-Вегасе я пробыл до 10 июля. И, собственно, сколько прошло? Три недели, и я здесь снова. Как в Вегас? Классно. Намного лучше, чем раньше. Несколько глубоких проходов, две финалки, шаг от браслета. Повезло. Шаг от браслета? Ничего себе, я немножко не проследила за вегасовскими перипетиями. Ты второе место занял? Да, по 1500 раз второе место занял. 300-400. Ничего себе, круто! Умница! Слушай, такой вопрос абсолютно не покерный, но супер-мега актуальный для нас, для всех. Сейчас в России и вообще во всем мире такой бум спортивного образа жизни, правильного питания. И ты очень круто похудел за год. Расскажи, Риш. Секретно? Не, ну да, что ты делал? Ты специально, во-первых, это специально или это случайно так получилось? Ну, больше случайно, наверное, но я перестал алкоголь употреблять. Да, ну и плюс... А почему? Как ты это решил? Плохо что-то в этом. Ну, решил, что ту матч. Неплохо, круто. Ну, потому что до этого было слишком много в жизни. Решил ограничиться полностью. Круто, а что еще? Что еще? Ну, занимаемся лайтово. В зал не хожу, может, здесь вот план будет походить. Пробежки, я живу около моря, то есть километр бежишь до моря, потом сразу в море вбегаешь, классно, идеально. Да, но в Вегасе, в Вегасе ничего не делал. Но в Вегасе где-то на нуле вес остался, как и был. То есть, хочешь сказать, что в плане питания ты просто отменил алкоголь и похудел? Ну, грубо говоря, да. А сколько килограмм разницы? Десять где-то. За алкоголь? Да. Офигеть, блин, я не пью. Ну, в смысле, жалко. Если бы я сейчас перестала пить, я бы еще похудела. Это круто. Мы больше пока не будем тебя задерживать. Спасибо тебе большое за интервью и желаем тебе удачи в главном событии. Ну и в опы, ну тебе и так все круто. Да, спасибо большое.